Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Время начала мужской пятницы на 101.0. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Да, всех приветствуем, всем здравствуйте. Сегодня пятница 27 ноября, последняя мужская пятница. Осенняя, да? Осенняя, последняя. И, кстати, не такая уж мужская, между прочим, но об этом потом. Безусловно. Почему потом? Давайте сразу. Думаешь, да. Представляем нашу первую гостью. Надежда Гурьянова, директор Кировской областной библиотеки имени Герцена. Надежда Павловна, добрый день. Добрый день. Сразу же скажу, мы вас пригласили для того, чтобы подвести итоги года литературы. 2015 год как раз таки. Спасибо, Володя. Я с радостью приняла ваше приглашение. Да, спасибо вам. Но перед тем, как мы перейдем к этой теме, все-таки проанонсируем и наш второй час. У нас там не обойдется без рубрики «Культпоход» со Светланой Удельной. Светланам придется у нас по традиции с рассказом о многочисленных культурных мероприятиях, которые проходят в нашем городе. И в том числе мы будем разыгрывать билеты на эти самые мероприятия. Будем загадывать вам загадки. Я свое уже приготовил. Я тоже приготовил. Отлично. Задаем, вы звоните, отвечайте, выигрывайте билеты. Сразу спросим. Ну да. Нет, Светлане Удельной все оставим. Ну, безусловно, к Николаю присоединится Роман Веселков в 12.30. Да, мы готовы. Мы готовы. Новости есть. Гол и весел будет в эфире. Гол и весел. Вот уже лежат, собственно, материалы. Материалы готовы. Новости есть. Есть о чем рассказать. Вы знаете, вот вчера, когда мы готовили этот эфир, мы не планировали начинать сегодняшнюю мужскую пятницу именно с этой темы, но нельзя об этом не сказать. Ну да. Просим прощения у Надежды Половны. Несколько минут мы собираемся уделить теме смерти бывшего директора Центрального рынка и депутата Законодательного собрания Кировской области Сергея Луизянина. Если вы еще не знаете об этом, да, это произошло. Вчера вечером, да. Как сообщает Следственное управление, Сергей Евгеньевич скончался на территории СИЗО номер один. То есть находится в Кирове на МОПРО, да. Вот как раз-таки две ипостаси я назвал. Директор, бывший директор Центрального рынка, экс-депутат Законодательного собрания Кировской области. Многие знают, а может кто-то не знает. Да, знают, что он был президентом клуба «Динамо» футбольного и очень много делал для развития этого вида спорта в городе Кирове. Да, и прямо сейчас мы дозвонились до пресс-аташе Кировского футбольного клуба «Динамо». Наш коллега, журналист Эдуард Пенюкжанин. Эдуард, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Скажите, с какими эмоциями вы восприняли эту новость о смерти Ладянина? Ну, все-таки, конечно, очень перескопанное. С Сергеем Евгеньевичем мы знакомы достаточно давно. Если говорить о его работе в футбольном клубе «Динамо», то она началась, наверное, с того самого времени, когда он стал директором муниципального предприятия «Центральный рынок». В 1995 году он померил силу, помогал футбольному клубу «Динамо» на различных должностях и с 2007 года стал президентом этой организации. Президентом он и оставался, вот несмотря... Да, президентом он и оставался до сегодняшнего дня. Мы все очень надеялись, что когда Сергей Евгеньевич появится, то многие проблемы, которые, к сожалению, без него не решались, будут решены. Подлагали большие надежды, с нетерпением ждали его появления. И, конечно, сегодня мы находимся в состоянии некого шока, потому что, вверх, здоровый мужик, 55 лет, это совершенно не возраст. Да, 3 ноября ему исполнилось как раз-таки 55. Да, это совершенно не возраст для того, чтобы думать даже о смерти, не говоря уже о том, чтобы к ней готовиться. Освободить его должны были в январе. В январе, да, 22 января 2016 года. Надеялись... На какие проблемы сразу президент обратит внимание? Есть очень много проблем, как, в общем-то, во многих спортивных организациях, которые занимаются курсиональным спортом. Ни для кого нет секрет, что есть серьезные финансовые трудности у нашей команды. И в связи с этим, как бы, и те игровые потрясения, которые происходят, неурядицы в игре команды, они все, соответственно, связаны с финансовыми проблемами. Те же самые проблемы сейчас испытывает и Кировская Родина. Ну, это такая проблема достаточно насущная для сил, профессионального спорта нашего региона. И они были и раньше, но ни в таком, ни в тех объемах, ни в тех масштабах, которые появились вот в последнее буквальное время, там, последний год-два. Вот, и поэтому Сергей Ильич, конечно, и раньше каким-то образом помогал и решал все эти вопросы. То есть в первую очередь финансовыми, да, вопросами занимался, решением финансовых проблем команды? Ну, разумеется, разумеется, да. И умел каким-то образом находить взаимосвязь, там, общие какие-то... Общим умел он найти взаимопонимание с руководством города, области и так далее. И вот, как бы, рассчитывали в этом плане, что когда он выйдет, он сумеет также найти точки соприкосновения и поможет команде решить те проблемы, которые сейчас возникли. Угу. Надо полагать, что сейчас состоятся перевыборы, да, президента клуба? Ну, разумеется. Сроки пока еще неизвестны? Нет, нет. Когда будет выноситься? Ну, есть определенная процедура, я думаю, что она будет соблюдена. Угу. Спасибо большое. Спасибо, Эдуард Пенингжанин, пресс-этоши Кировского футбольного клуба «Динамо». Эдуард вот еще не сказал одну простую вещь. Дело в том, что Сергей Ильич на самом деле искренне любил футбол. На самом деле, и поэтому и помогал. Он сам, конечно, играл, как все мужчины в молодости в этом возрасте, он всегда готов был попинать мяч. Я хочу еще сказать о том, что в нашу редакцию много звонков поступает, в первую очередь, от жителей Нововятска, со словами благодарности Сергею Лузянину. И надо предупредить о том, наших слушателей, что в понедельник с 11 часов в дневном развороте мы как-то расширим эту тему. Да, более подробно, когда у вас станет что-то известно. И поговорим с людьми, которые непосредственно общались с Сергеем Лузяным, работали с ним, ну, в том числе вели его дело, то самое уголовное. Напомним, что 22 января он должен был выйти на свободу. Ну что, переходим к итогам года литературы. Еще раз напомню, Надежда Гурьянова у нас в гостях, директор Кировской областной библиотеки имени Герцена. Знаете, с чего хочу начать наш разговор, Надежда Павловна? Буквально недавно, несколько дней назад стало известно, что наш город претендует на звание литературного флагмана России. Самый читающий регион, был объявлен такой конкурс, 83 региона заявились на него, в том числе и Киров. И вот в двадцатку самых лучших мы попали. Что это значит? Ну, мне, Володя, приятно это слышать, потому что, когда правительство области предложило библиотеке принять участие в этом конкурсе, конечно, мы согласились. То есть это полностью библиотека имени Герцена? Да, библиотека писала свой проект, он назывался «День романтики в Герценке», хотя мы знаем, что у нас есть «Дни романтики в Вятке», да, но поскольку там много составляющих, которые не связаны с книгой, мы решили, что мы немного сузим этот проект и ограничимся вокруг книги разговором. И поэтому библиотека решила взять такую тему. Почему? Ну, потому что можно было бы взять книжный фестиваль, там еще какие-то другие темы, но, в принципе, все библиотеки работают примерно одинаково хорошо. И у них одинаковые жанры, скажем, формы работы. Но вот такого праздника «День романтики» его ни у кого нет. В августе они проходят? Да, и вы знаете, что их придумал наш губернатор, и связан этот праздник с днем рождения Грина. И библиотека проводит свой специальный день, цикл мероприятий, которые связаны с книгой и с Грином, и с Герценом тоже. И вот этот проект был подготовлен. Ну, кроме того, там было много еще анкетных сведений, которые мы должны были заполнить, и они представляли, скажем, такую инфраструктуру книги, чтения в нашем регионе, традиции книжные, литературные. А поскольку, вы знаете, при всех финансовых трудностях у нас святки любят литературу и стараются делать много и проводить много мероприятий не только средствами библиотек, но и в музеях, связанных с нашими писателями, с нашими авторами и с книгой вообще, мы решили, что нам обязательно надо принять участие. Мы все это представили. — Если не ошибаюсь, ведь сегодня... — Сегодня, именно 27-го числа. — Да, 27-го должен стать известен победителем. — Да, и я боюсь верить. — А когда это? Как это будет сообщено? — Ну, видите, сегодня же проходит выставка «Нонфикшн». Она уже идет третий день, по-моему, сегодня. И, очевидно, оглашать будут. Может быть, вручение наград будет не сегодня, поскольку это так все срочно, спешно подводилось в итогах своих. Может быть, это будет чуть позднее, но, по крайней мере, список этот из 20, наверное, сузится. Наша коллега Наталья Владимировна Стрельникова сегодня принимает участие в работе конференции по национальной программе чтения, и она хотела сбегать на эту выставку. — Это сотрудница библиотеки, да? — Да, сотрудница директора, да. Как раз она занимается тоже проблемами чтения. Мы ее направляем ежегодно на эту конференцию. И я надеюсь, что какие-то сведения будут. Ну, боюсь верить, потому что это слишком, наверное, будет самонадеянно верить, что мы победим, потому что все 20 библиотек, которые там представлены... — А для примера кто еще участвует? Кто в вашу короткий список? — Затем там, например, Курская библиотека, Бурятия. В Бурятии, вы знаете, это все-таки республика, и там достаточно много средств, и у них, наверное, больше шансов. Потому что стараются поддерживать какие-то национальные территории, нежели, скажем, наши российские провинции. Но, тем не менее, мы все равно радуемся. Из 85 выделить 20 — это уже хорошо. — Да, попасть уже в то 20 — это уже хорошее достижение. — Это значит, нас отличили и заметили. — Что вообще будет значить вот это звание, литературный флагман России вне зависимости от того, какой город победит? — Да, потому что это какое-то моральное удовлетворение за ту работу, которая проводится. И, с другой стороны, там не будет денежной составляющей, а будут книги. А вот мы сейчас будем говорить о Годе литературы, и вы сами видите, что очень важно, когда этот год сопровождается поступлением новых книг. Вот книги для нас — это самое главное. — Вот по поводу книг у нас есть опрос, Николай. — Да, у нас есть опрос на сайте. — Давайте его озвучим. — Но он не совсем связан со снабжением книг и библиотек, да, он, скорее, связан с предпочтениями наших слушателей. Вопросы нам такие. Вообще, вопрос стоит так. Вы любите читать? — Любим. — Любим, да? Нет, тут много вариантов ответа. Так просто не уйдёшь. Первый вариант. Да, стараюсь не пропускать новинки книжного рынка, то есть активный читатель. Читаю время от времени. У нас дома хорошая библиотека. Это вот, скорее, я. Удаётся читать только в путешествиях, командировках и так далее. Это, наверное, вообще большинство, да? Успеваю прочесть только те книги, которые нужны по работе. Читать люблю, но времени на это нет совершенно. Ну и последний вариант. Не люблю читать. Не люблю читать. За этот вариант у нас никто не голосует. Хорошо. Это уже утешает. Мы же говорим, что она читает. Да, это утешает. А лидирует у нас варианты ответа. Читаю время от времени. У нас дома хорошая библиотека. Ну, понятный такой вариант. Да, действительно. Ну, да, вот есть, собственно, книги, которые накопились за жизнь. Да, вот, собственно, сейчас там их же можно читать всегда. Конечно. Вообще сохраняется у нас в целом эта традиция собирать книги, покупать, формировать домашнюю библиотеку? Ну, я думаю, что вы сами понимаете, что эта традиция несколько сокращается, да? Если так можно сказать такое слово. Вот когда-то в наши времена было таким большим желанием сформировать домашнюю библиотеку, потом эту библиотеку передать детям, надеясь, что дети тоже полюбят читать. Но вот выясняется, что время изменилось, и новое поколение уже не так дорожит книгами. И, может быть, вы заметили, когда вот в этом году особенно часто мы могли наблюдать, когда у мусорных баков лежали стопки книг. Это было очень горькое и тяжелое зрелище. И, знаете, удивительно, одни эти книги выносят, может быть, потому что книги доставляют им дискомфорт. И книги, может быть, внушают им какое-то чувство, может быть, не вины, а стыда, может быть, да? Они как немые свидетели жизни хозяина этого дома, и поэтому от них хочется избавиться. Вот для некоторых, может быть, книги занимают пространство, и они, избавляясь от них, освобождают это для себя пространство. И вот, тем не менее, мы видим, что одни выносили книги к мусорным бакам, а другие их спасали. Они их приносили к себе домой, делились со своими добрыми знакомыми, в библиотеку приносили. И, знаете, у нас вот в библиотеке, в нашей и в других библиотеках, вы, может быть, замечали, стоят такие стеллажи, куда читатели просто-напросто приносят книги, которые им уже не нужны. И иногда на этих полках бывают такие книги-растрепы, кажется, они никому уже не понадобятся. Но вот смотришь, на второй день их уже нет. Вот это удивительное дело. Мы говорим, читать стали мало. Да, в большинстве, может быть, такой массе, читать стали действительно мало. Книг, да, книг, это верно, да. Но, тем не менее, те люди, у которых была эта традиция чтения, привычка чтения, они от нее не избавятся до конца дней. И они будут спасать книги. У меня еще какая-то тенденция беспокоит, когда книги просто становятся элементом интерьера квартиры. Ну, это бывало всегда. Дизайнер сказал так, что давайте мы можем на полушку. Это бывало и раньше. Помните, там охотились за этими запонтейсками, они красиво смотрятся. Конечно. И бывало так, что они, ну, не то, что там. Видите, вот, к сожалению, в 90-х годах книга стала товаром, предметом, да. Вот раньше мы как-то к ней, ну, относились как-то с духовных позиций, да. А сейчас она стала товаром. Ну, не для всех. Опять же, повторим, не для всех. Это только для части какого-то, для части наших жителей. И поэтому, конечно, они подбирали книги в соответствии с интерьером. Но мне кажется, все равно, рано или поздно приходит время, когда эти книги сходят с полок на рабочий стол и раскрываются. Ну, не может быть такой, я не верю, что книга просто как интерьер. Ну, давайте уже подробнее об итогах года литературы. На самом деле, по сообщениям городской администрации, год литературы в Кирове, оказывается, уже закрыл. Его закрыли в ДК «Космос», было торжественное заседание. 20 ноября, и глава города Владимир Быков заявил, что год литературы подтвердил, что Киров один из самых читающих городов нашей страны. Ну, видите, конечно, не надо это понимать буквально, это просто условно закрытие года. Потому что декабрь, вы знаете, очень хлопотный месяц, и там не будет, может быть, возможности собраться и поговорить, порадоваться. А конец ноября, вот он оказался более, может быть, удачным. И вы знаете, конечно, когда мы получили с вами информацию о том, что 15-й год будет годом литературы, все встретили эту информацию с большой радостью. Потому что нам казалось, что, конечно, вот такая тоненькая, может быть, тенденция намечалась, интересы книги, что она увеличится обязательно. Но, к сожалению, мы были несколько разочарованы, когда кризис вступил в свои права, и мы получили ограниченное финансирование. Это не оправдало, может быть, наших надежд, тех надежд, которые строились в конце прошлого года. Но, тем не менее, вот удивительное дело, в библиотеках работают такие подвижники, и как бы трудно не было, как бы не ограничивали их финансы, они все равно будут стараться делать праздник для своих жителей. Потому что они очень любят своих читателей и тех граждан, особенно в пределах села, районного центра, которые собираются вокруг библиотеки. Пусть и книг новых гораздо меньше приходит туда, но все-таки вот новые книги, это всегда было для них радостью и предметом разговора, и предметом, когда эта книга переходила из рук в руки, и это радость чтения умножалась на количество читателей. И, конечно, мы должны говорить о том, что с уменьшением финансирования приходит меньше книг в библиотеку. Ну и, кроме того, книга стала стоить дорого. Ну вот сейчас, вы знаете, самый, может быть, популярный роман, это книга Улицкой «Лестница Якова». Эта книга стоит более 700 рублей. И, конечно, мало кто может ее позволить себе купить. Ну вот смотрите, я прочитал, здесь буквально подводили тоже итоги года литературы в Тужинском районе, да, в библиотеке. Они сказали, что из области на закупку новой литературы нам поступило 3100 рублей. То есть, если посчитать, то есть это 5 книг, это 5 хороших, если брать книг. Это за год, это в год литературы. Конечно, это обидно читать такие вещи. Ну, Николай, это вот те деньги, которые идут из федерального центра. Я напомню, что в прежние годы, вот два года назад, было выделено 300 миллионов рублей федеральным центрам на все муниципальные библиотеки России. А в этом году из-за трудностей эта сумма была сокращена сначала до нуля. И помните, когда выставка была на Красной площади, президент ее посетил и поддержал писателей детских. Нам в первую очередь, конечно, надо поддерживать детское чтение. И сейчас вот наша детская библиотека имени Грина получит 500 тысяч рублей. Конечно, конец года им придется побегать, похлопотать для того, чтобы... Это все-таки деньги уже на следующий год или в этот год? Нет, на этот год. То есть им придется заняться шопингом активно очень, да. 500 тысяч рублей. А вот из той суммы, там на область пришло 300, по-моему, тысяч рублей. И пришлось, ну, по-честному, поровну делить между районами. Вот такая мизерная сумма. Нет, просто как бы понимаете, когда это звучит, особенно в контексте года литературы, Это очень горько. Это горько слышит такие вещи, да. И, конечно, мы понимаем все трудности, в которых сейчас живет наша страна, понимаем. Но всегда надеешься на лучшее. И жалко, когда эти надежды не оправдываются. То есть в плане как бы книжного снабжения не получилось, но ведь зато сколько было всего интересного. Ну, и знаете, вот надо сказать, что вокруг библиотек всегда находится очень много друзей, да. И эти друзья, несмотря на трудное время, не уменьшаются в своем количестве. И они понимают, что библиотека должна жить, и у них есть возможность поддержать библиотеку. И очень часто, ну, не очень ведь состоятельные люди живут в сельской местности и в районе, но все-таки, прочитав книгу, они иногда эту книгу приносят в библиотеку, надеясь, что... Она заинтересует. Да, она заинтересует. Там есть такая статистика, кстати, там порядка где-то 200 книг принесли. Да, да, да. Это действительно, и надо сказать сегодня спасибо всем тем людям, которые приходят и помогают в библиотеке. Ну, мы обязательно должны сказать и про наших тоже друзей. Вот вчера, например, пришел Антон Касанов и подарил нам 10 книг «Пешком повятки». Эту книгу очень ждали наши читатели, да, и мы разделили между отделами. Это полезно очень чтение. И точно так же, скажем, отец Сергий Гамаюнов издал свою книгу и принес. Хотя каждый автор должен дать нам два экземпляра по закону об обязательном экземпляре. Но чаще всего они приносят больше, зная, что их книга будет спрашиваться. И вот так же точно, скажем, вот в этом году, в плане года литературы, у нас был такой издательский проект «Вятка читает Грина». Ну, в связи с тем, что Грину исполнилось 135 лет. И нам хотелось, нам, я имею в виду, библиотекарям, хотелось предложить издать книгу Грина. Потому что Грин у нас в «Вятке» никогда не издавался. Хотя мы его любим и почитаем. И, конечно, романтическое чтение – это повесть Аллы Паруса. Ну, вот из тех денег, которые правительство в области ежегодно выделяет на, скажем, на издание книг, на вот эту книгу Грина пришлось только 100 тысяч. Это было маловато. И мы попросили наших друзей, а среди них был и Виктор Баженов, помочь и добавить денег. И он действительно добавил 50 тысяч. То есть он очень правильно нашу просьбу понял и захотел тоже сделать что-то доброе для читателей. И в результате была книга издана тиражом тысячи экземпляров. Она ушла по всем библиотекам на праздники, вот День романтики. Мы дарили её нашим читателям и гостям. И она действительно доставила большую радость. Ещё и потому, что она издана была у нас в Кирове, в Кировской областной типографии, с иллюстрациями кировского художника. То есть она была приближена к нашему читателю. И она действительно получилась симпатичной. И я даже больше того напомню. Помните, у нас был в гостях Алексей Венедиктов? Это было 30-31 мая, когда у нас шли сказочные игры на Вятке. Помните этот праздник традиционный? И он пришёл вместе с Алисой Газиевой к нам в библиотеку в этот день. А книгу мы только-только получили из типографии. И как обычно, гостю всегда надо дарить что-нибудь хорошее. А книга самый лучший подарок. Подарка не бывает. И мы ему подарили эту книгу. И знаете, он взял в руки её и сказал, какая хорошая книга. Что у него большая библиотека. И он действительно с большим удовольствием рассказал про свою библиотеку. И он старается не добавлять в неё книг, которые ему не симпатичны. Но вот эта книга у него сразу вызвала с первого взгляда симпатию. Она будет обязательно стоять в его домашней библиотеке. Это было приятно. А скажите, когда деньги появляются в библиотеке, Библиотека сама решает, какие книги закупать? Какие тут критерии? Конечно. Ну, во-первых, у каждой библиотеки есть профиль комплектования. Скажем, если наша библиотека научная, мы стараемся приобретать книги такого научного, научно-познавательного характера. Учебного не стараемся. Это невозможно. Вы видите, как учебная литература устаревает. И просто-напросто за учебным процессом, а у нас много учебных заведений, нам не угнаться. У каждого учебного заведения есть своя библиотека. Она и решает проблемы обеспечения книгой и учебниками. Учебной литературой. Да, да, да. А мы развиваем, скажем, такую читающую часть нашего региона и стараемся приобретать новинки. И я должна сказать, что у нас действительно очень профессиональные работники. Поскольку денег всё время уменьшается количество, мы вынуждены очень экономно и очень разумно и рационально к этому подходить. И отдать должное нашим опытным работникам. Они очень внимательно изучают книжный рынок и выбирают то, что заинтересует наших читателей. Ну, это из опыта работы приходит. И больше того, вот вы помните, наверное, что в августе вышла книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Её тогда ещё никто не знал. И наши работники... Ну, когда же дебютный роман у неё был. Это дебютный роман. Это первая книга, поэтому, естественно, её никто не знал. И вдруг наша сотрудница абонемента, Светлана Перетягина, приобретает книгу, но мы стараемся и на Озоне приобретать, чтобы она быстрее к нам пришла, прочитала её и дала мне её прочесть. И знаете, ну, я думаю, что вы тоже её успели прочесть. Не до конца пока. Ну, я думаю, прочтёте. И знаете, вот первая страница и первая фраза «Зулейха открывает глаза». Вот такая коротенькая фраза, да, она такая ёмкая оказалась. И ты понимаешь, что у тебя большой автор перед глазами, и ты уже не можешь оторваться. И знаете, пришло такое удовольствие от чтения, хотя это чтение очень серьёзное. Там серьёзная тема переселенцев. Не будем касаться этой темы, но ты понимаешь, что перед тобой удивительный автор, уникальный автор. И мы сразу принимаем решение найти этого автора. И знаете, удивительно, она не избалована была славой ещё тогда. И тогда ещё не была, да. Это август был ещё дом, в московской книжной выставке, ярмарке. И она сразу согласилась к нам приехать в Киров. Ну, правда, у неё уже были расписаны дни, и там единственное число у неё в ближайшее выпало – это 5 ноября. И мы стали ждать её, и читать книгу, и читатели многие были вовлечены. И вдруг открывается московский книжный фестиваль, вернее, книжная ярмарка, и выясняется, что Гузель Яхина покорила читателей, и она стала признанным автором. Книга года, она получила премию, потом последовала премия «Ясная поляна», и много-много всяких наград. Там несколько, да, там список большой, буквально вот в одночасье всё. Это абсолютно заслужено. И знаете, когда говорят, что иногда премии просто выдаются там по списку, вот в случае с Гузелью Яхиной этому не веришь. Она добилась всего сама. И она приехала к нам в гости 5 ноября. Это была такая хорошая встреча с читателями. Очень искренний, очень серьёзный разговор. И просто-напросто вот она стала для нас дорогим человеком. Мы сейчас будем за неё болеть и переживать, и желать ей успехов. У нас подходит время рекламы, да, я напомню, что в гостях у нас Надежда Гурьянова, директор библиотеки Минигерцена. Давайте прервёмся и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Мужская пятница», и говорим мы об итогах года литературы. Я напомню, что год литературы 2015-й. У нас ежегодное объявление тематики года происходит президентом Владимиром Путином. Уже известно 2016-й год, это будет год российского кино. Ну ладно, мы не об этом. Всё-таки о годе литературы. Масса ведь интересных событий, да, прошло в рамках этого года. И масса интересных гостей. Дважды Захар Прилепин побывал, Гришковец приезжал на вручение премии Салтыкова-Щедрина. Тоже повышение авторитета, значимости наших библиотек? Конечно. Я думаю, вы совершенно правы в этом отношении. И знаете, нам было приятно общаться с Захаром Прилепиным. Всё-таки это одно из первых имён сейчас в нашей российской литературе. И нам важно было увидеть, как он смотрит, скажем, на книгу. И, кстати, сказать, вот сейчас мы пока шла реклама, обменивались мнением. Мы его спросили, какую книгу вы читаете? Бумажную или электронную? Он сказал, только бумажную. Ну и, конечно, это другой разговор совершенно. Чтение электронной книги или бумажной, и что это даёт для человека, это абсолютно другой, серьёзный разговор. Но, тем не менее, мы спросили у Захара вот после, когда у него было первое впечатление от нашей библиотеки, очень сильное, да. Он сказал, что он не видел таких библиотек, хотя он часто выступает в библиотеках. И вот спустя год почти он приехал снова, и он рассказал такую замечательную вещь. Его дочка, которая очень любит читать и проглатывает книги, спросила его папа, ты выступаешь в библиотеках, какая библиотека самая лучшая? Он сказал, самая лучшая библиотека Кира в Кирове. У дочки Кира. Так же совпало, да. Что ещё запомнилось? Вы знаете, было много хороших событий. Вот я вспомню, например, в июне у нас была презентация издательского проекта, издательского дома «Крепостнов. Первая мировая война на почтовой открытке». Это уникальный проект. И, знаете, удивительно, вот мы говорили о дарителях, кстати сказать, он подарил 70 экземпляров. Это очень дорогое издание. Он подарил для библиотек наших районов. Мы имеем в виду Валерия. Да, Валерия Васильевича. Да, да, да. И он позволил нам подарить это издание тем региональным библиотекам, с которым мы дружим. И вот действительно мы нескольким регионам, вот Нижегородской библиотеке подарили, они пришли в полный восторг. Потому что, во-первых, это уровень полиграфического искусства, да, и это ведь уровень региона, это имидж региона. Потому что Вятку, может быть, не все воспринимают как серьезной читающей областью, да. И вдруг, оказывается, здесь не только читают, размышляют о книгах, но и издают книги вот такие хорошие, европейского уровня. Ну вот я вернусь к нашей презентации. Это была презентация издательского проекта, как я сказала. Но Валерий Васильевич все, что делает, он делает это самым лучшим образом. Они решили, что все должно быть подлинно, достоверно. И пригласили группу реконструкторов из Нижегородской области. И приехали действительно несколько человек военных в форме Первой мировой войны. Сестра милосердия среди них была. И это была создана такая подлинная ситуация. Был с ними пулемет. Подлинный? Да, не игрушечный. И знаете, даже некоторые наши посетители с какой-то осторожностью подходили к библиотеке. Но потом, когда выяснялось, что это часть нашей презентации, они очень радовались. Поэтому действительно, вот, скажем, форма Первой мировой войны, здесь открытка идет. И это был такой разговор очень серьезный о том, что такое была Первая мировая война, что она оставила. И это вот документальное свидетельство, открытка, что это такое для нашего современного сегодня исследователя Первой мировой войны. Это было, ну, чрезвычайно важно и очень сильно очень сказалось на наших слушателях. Ну, затем встречи с писателями. Вот мы про Захара сказали, про Гузель сказали. Была Анна Матвеева в гостях. Это тоже известный автор. Она входит в число самых популярных авторов. Ну, я скажу, что она является... Она из Екатеринбурга, по-моему. Да, из Екатеринбурга. И знаете, это интересно, потому что ведь Гузель тоже родилась в Казани, и Захар тоже не родился в Москве. Вот это какое-то обнадеживающее начало, когда писатели приходят из провинции. Они вот в этой московской среде оказываются, и она их не портит. Удивительное дело. Когда они вырастают, они вырастают москвичами, скажем, с какими-то снобистскими иногда настроениями. А это читатели из провинции, которые сформировались провинцией, и не совсем по-другому смотрят на своё литературное творчество и на читателя. И Анна Матвеева нам была интересна просто не только как автор современных произведений, но у неё ведь перевал Дятлова. Помните, вот несколько авторов написали о перевале Дятлова, но она один из них, и тем более она екатеринбургский автор, которому это очень близко. И мы постарались сделать её поездку ещё в город Уржом. Она приехала на два дня, и мы решили, что будет несправедливо, если только жители города будут с ней встречаться. Но должны её видеть и жители района, читающего, как, например, Уржом. И знаете, была такая замечательная встреча, школьники двух школ были объединены, потом ещё была вторая встреча в гимназии Заболоцкого. Она просто уехала потрясённо оттуда. Дети подготовились. Несмотря на то, что у них мало книг, но они смогли всё-таки прочесть несколько человек, они задавали ей серьёзные вопросы. И она была очень обрадована, потому что, видите, здесь двойная такая связь. Не только читателю нужен писатель, и писателю нужен читатель. Он должен видеть отклик. Видите, у нас в России, в отличие от Запада, остаётся такая замечательная традиция слушать писателя и верить ему. Несмотря на то, что писатели иногда ввязываются в политическую борьбу, и разные к ним отношения, но всё-таки пока остаётся вот эта вера в писателя, то, что он скажет единственное правильное и верное слово, и, может быть, направит читателя, или просто человека, который, может быть, не столько читает книгу, но любит интересоваться событиями, и он ждёт от писателя какого-то направления. И писатель пытается, если это писатель действительно серьёзный, ответственный, каким он должен быть, он это может делать. Ну и, конечно, мы должны ещё сказать, наверное, о наших вятских писателях. Было бы несправедливо о них забыть сегодня, они бы нас не поняли. И мне кажется, что надо обязательно вспомнить о том, что правительство поддержало их идею, и вышел у нас первый номер журнала «Литературная вятка», или «Вятка литературная», вернее, так он называется. И это очень хорошее издание, такое основательно получилось, серьёзно. Оно объединило несколько авторов, и мы надеемся, что у этого первого номера последует второй и третий номер. Будем надеяться. А периодичность какая там планируется? Ну, пока, видите, один номер один раз в год. Им хотелось бы, чтобы это было, по крайней мере, два номера. Но финансы ограничены. Ну, год литературы, годом литературы, несмотря на то, что он заканчивается, библиотеки-то продолжают оставаться и существовать. Я хотел бы всё-таки о планах хотя бы. Ну, спасибо, что вы спросили о планах, потому что об этом всегда интересно говорить. Ну, во-первых, у нас сейчас заканчивается выставка по мотивам сказок Пушкина. Она проходит у нас в библиотеке Герцена, да, в выставочном зале, и мы на прошлых передачах с вами говорили, что библиотека задумала такие образовательные выставочные проекты, которые адресованы школьникам, студентам, и которые развивают их. Их не просто рассказывают, они развивают. И вот этот проект посвящён и дымковской игрушке, потому что в центре там композиция Людмилы Ерещагиной, сказка «Царе Салтане». И мы говорим о Пушкине, о дымковской игрушке и о многих очень важных вещах. И надо сказать имя нашего экскурсовода, искусствоведа, это Любовь Борисовна Горюнова. Это уникальный человек. И наши коллеги из других регионов ценили и сказали, как жаль, что у нас нет такого работника. И вот она разговаривает с детьми. Это очень важно. Видите, мы проводим свои выставки, в отличие от, скажем, музейных выставок, которые в центре содержат слово, текст, книгу. И на этих выставках нужно обязательно разговаривать с нашими слушателями. И знаете, к нашей радости они участвуют в разговоре. Мы переживали, что мы не найдём отклика, но, казалось, они с готовностью участвуют. И с ними очень интересно беседовать. Это доставляет радость. И представьте себе, вот эта выставка у нас собрала школьников из Налинского, Немского, Кирово-Чепецкого районов, из школ города Кирова. И они приходят с учителями, с родителями и получают удовольствие, говорят нам слова благодарности. И для нас это самая лучшая награда в год литературы. И вот эту выставку в декабре, 22 декабря, сменит другая выставка, которая будет посвящена Юрию Васнецову. Тоже сказки. Но мы начали со сказки. И это будет дальше развиваться. И тоже она ориентирована на школьников? Да, тоже на школьников. На школьников, на студентов и на взрослых. Потому что, оказывается, мы сами с вами, родители, знаем, что интересно ребёнку, а то интересно взрослому. А если говорить уже о следующем, в 2016 году, там будут новые даты литературные, они будут тоже отмечаться. И вот как раз на год литературы пришлось много литературных памятных дат. Это была дата и Пастернака. У нас прошёл большой вечер с Татьяной Петрус и её студентами-филологами. Затем в октябре прошёл вечер Есенина. Затем 11 декабря у нас будет вечер, посвящён Александру Блоку. Трагический тенор эпохи. Знаете, это удивительные поэты, поэты Серебряного века, которые сейчас к нам возвращаются. И мы понимаем, что с ними была утрачена большая культура. И надо изучать их обязательно. Ни у какой другой страны нет такого количества поэтов. Они не похожи, они разные. Они доставляют нам большую радость от того, что они у нас были, и что мы можем их изучать. Завершается время первой половины, мужской пятницы, дневного разворота. У нас опрос, надо итоги подвести. Что же у нас насчёт чтения? Мы задали вам вопрос. Вы любите читать? Голосовать можно было на нашей странице ВКонтакте и на нашем сайте хакирова.ру. На странице ВКонтакте без изменений по-прежнему первый вариант номер один. У нас читаю время от времени. У нас дома хорошая библиотека. На втором месте читать люблю, но времени на это совершенно нет. Ну вот что поделаешь. И да, 20%, да, стараюсь не пропускать новинки книжного рынка. Ну и примерно такой же расклад у нас на сайтах хакирова. Тут ещё не всё потеряно. Я думаю, да. И мы будем верить, что книга вернётся в наш дом, вернётся в круг наших увлечений. И каждый, кто не пожалеет своего времени, отложит компьютер или гаджет какой-то другой и возьмёт в руки всё-таки книгу, не электронную книгу, а бумажную, для того, чтобы получить физическое удовольствие. Потому что электронная книга этого не даёт. А мы должны получать удовольствие. И видите, сейчас мы живём во время кризиса. Нам надо как можно больше положительных эмоций и впечатлений. Книга это даёт. И библиотека даёт. Я хотела пригласить всех наших радиослушателей. Не проходите мимо библиотеки. Герцена, Легрина, Лепушкина, любой библиотеки. Загляните туда, спросите, что есть новенького. Видите, жизнь очень короткая. И не хочется её тратить на какое-то ненужное чтение, если мы умеем читать. А библиотекарь может нас направить и подсказать нужную, необходимую и полезную книгу. Спасибо. Надежда Гурьянова, директор Кировской областной библиотеки имени Герцена. У нас сейчас новости. И мы с Николаем уже вернёмся в следующем части. Субтитры подогнал «Симон»!